Всем привет, меня зовут Мартиросов Григорий, это канал Анатомия Дела, и у нас сегодня спецвыпуск. Почему он спец? Потому что, во-первых, мы снимаем на выезде, и у нас сегодня офигенное эксклюзивное интервью. Те, кто подписан на мой канал, знают, что я всегда топлю за SEO-оптимизацию, за правильную оптимизацию карточек, ведь это базис, это основа, основ, на которой держится дальнейшее продвижение карточек. И если в основном из продуктов, из IT-продуктов на рынке есть представлены, ну, в большинстве своем, это сервисы аналитики, то Seller Expert это сервис оптимизации карточки. Там есть очень много фич, которые помогут правильно оптимизировать, и самое главное, это сделать очень комфортно в одном очень дружелюбном интерфейсе. Ну, собственно, все как всегда, без воды, присаживаемся, ставим авансом лайк, мы начинаем. Кать, расскажи в двух словах, нужно ребятам показать, объяснить, что вы за компания, чем вы занимаетесь, почему вы такие большие, красивые, крутые. Привет, рада видеть тебя у нас в компании. Давай немножечко познакомлю. Мы сейчас находимся в нашем офисе, здесь находится City Nature, Seller Expert. Мы сидим в одном большом open space. Seller Expert это часть компании City Nature, и мы сами являемся топовым селлером на маркетплейсах. Уже больше 10 лет мы торгуем в онлайне. С самого начала мы на маркетплейсах заходили, когда еще прям было очень сложно туда попасть. А сейчас наш оборот составляет больше полутора миллиарда в год. Офигеть. Это больше 20 тысяч SkyU, и на самом деле управление этим, ну, очень сложно и эффективно управлять таким большим объемом карточек. Поэтому из этих вот болей, которые мы сами прошли, просто на каждом шагу, и родились инструменты селлер-эксперта. И, собственно, вы работаете в нем? То есть вот эти все ребята, которые сидят, они ежедневно работают только с селлер-экспертом? Конечно, мы, во-первых, инструменты все тестируем, то есть сначала у нас внутренний заказчик — это наши категорийщики, да, они приходят к нам с какой-то проблемой, мы смотрим, насколько эта проблема в рынке, и помогаем уже, смотрим, как мы можем разработать какие-то инструменты классные, и запускаем их на рынок. В нашей компании больше 200 человек, то есть, соответственно, есть склад, да, есть удаленщики какие-то, ну, и в офисе это там больше 120 человек, здесь у нас сидит команда категорийных менеджеров, здесь сидит команда селлер-эксперт, это отдел продаж, техническая служба поддержки, и аккаунт-менеджеры, которые помогают внедрить продукт, обучить сотрудников пользоваться и эффективнее работать на маркетплейсах. Мы больше будем развивать функциональных блоков. Сейчас у нас уже достаточно много инструментов, Марат тебе сегодня покажет, расскажет про них, и мы будем это все расширять и расширять именно вот такими функциональными инструментами. Это очень круто, причем круто то, что вы пошли необычным путем, то есть вы сделали акцент на оптимизацию. Марат, спасибо за интервью. Я очень надеюсь, что ты нам сейчас объяснишь. Я вчера где-то часик уделил вашему сервису, посмотрел, я так понял, что вся суть в корни уходит в сел. То есть самое основное, что дает сервис Селлер Эксперт, это SEO-оптимизация карточек. Я правильно понял? Да, всем привет. Все верно, ты понял, потому что, ну, понять намного шире. Мы работаем также и с SEO, и с контентной оптимизацией, то есть со всей оптимизацией, которая касается карточек, со всем удобством работы, со всем функционалом, который может быть полезен при оптимизации. Все вместе в этом сервисе. Я попрошу тебя провести экскурс по селлер-эксперту, показать главные разделы. И что вы, давай так, нам Екатерина уже рассказала, конечно, вы действующие селлеры очень крупные. Соответственно, вы все это дело писали под себя, под свои нужды, правильно? Правильно. Ну, конечно, для себя мы делаем очень много, и вот пытаемся как можно скорее все внедрять в сервис, чтобы это могли удобно использовать люди. Поэтому это скорее будет такой... Какое количество карточек у вас действующих? По 30 тысяч карточек активных. 30 тысяч активных карточек. Представляете, как вы со своими 10 карточками мучаетесь с утра до вечера. 30 тысяч карточек. Соответственно, без дополнительных инструментов никак. Вообще никак, да. Итак, Марат, давай приступим. Покажи главные разделы, чем ты гордишься, чем ты пользуешься, что тебе больше всего нравится в вашем сервисе. Ну, раз мы без воды, я, наверное, как спринтер побегу, буду говорить только то, что полезно, то, что нужно. Итак, основной раздел сейчас у нас – это оптимизация карточек. Мы на примере реальных карточек сейчас посмотрим. Здесь вы можете быстро оценивать весь ассортимент по четырем параметрам. Какой уровень контентной оптимизации, поисковой оптимизации, насколько защищены карточки, ну и анализировать продажи по ABC. Давай так, вот эти данные, они берутся из ваших алгоритмов, то есть вы их, вот, допустим, все хорошо, три товара, все хорошо по вашему мнению? Да, мы придумали контентную оптимизацию еще степень до того, как Озон ее придумал в своем кабинете. Да, мы сами считаем отдельно, насколько полно заполнены карточки в контентной оптимизации, а в поисковой, насколько они оптимизированы. Это наши алгоритмы. То есть мы оцениваем разные, о кучу разных факторов, не будем углубляться. Я здесь могу выбрать, ну здесь у меня, вот, например, в этом ассортименте, в принципе, все плохо, 3,5 тысячи товаров. Не оптимизированы все товары. Да, это все кликабельное, то есть я быстро могу там выбрать что-то, вот этот сегмент. Обратите внимание, да, тысяча, тысяча, тысяча. Да, он мне сразу отсортируется, я могу побежать работать здесь уже. Так, и что он говорит? Контентная оптимизация, поисковая оптимизация ноль. Вот я как SEO-шник, мне интересно, вот, поисковая оптимизация, почему ноль? Там, типа, вообще ничего не заполнено или что? Вот на что он ориентируется? Он ориентируется, да, то есть, что стоит, какая семантика стоит на мониторинге и какие у нее позиции у этого товара по этой семантике. Если он не находит их вообще, он говорит, это ноль. Сто процентов это значит все где-то там в топ-3 находится, тогда будет сто процентов оптимизация. Но сейчас в данном случае с этим товаром это еще ничего не поставлено на мониторинг и самое главное его нет в наличии. С товаром, которого нет в наличии, вообще нельзя работать. И здесь мы сразу видим, что контентная хорошая, поисковая ноль, защита не сделана, модерация пройдена, хороший рейтинг и товар по ФБО отгружен. Ну, во-первых, хочу сразу заметить, что очень дружелюбный интерфейс, очень приятный, интересно смотреть в него. Нет предела совершенства, но мы стараемся, конечно. Нет, очень дружелюбно, все очень гармонично, все правильно. Так, оптимизация, поисковая оптимизация. Здесь у нас контентная. Да. Ну, контентная это та же, что сейчас Азон дает, там типа рич контент, фотографии, видео. Да, верно, очень сходится и мы рассчитываем. Смысл в том, что у вас карточки должны быть заполнены не просто наиболее полно, то есть все максимальные поля, чтобы участвовать во всех результатах поиска. Но и максимальным количеством возможных значений. То есть, если у вас шампунь для всех типов волос, и вы укажете для всех типов волос, этого недостаточно. Для светлых подходит? Подходит, потому что для всех типов нужно указать именно для светлых, для темных, для жирных, для этих. Именно все протыкать характеристики, иначе вы укажете одну и не будете участвовать, когда человек нажмет для жирных волос. Вы из этих результатов выпадите просто. Поэтому здесь мы каждый день, каждый день, раз в сутки полностью все обходим и проверяем, что с вашими карточками, что с характеристиками. Ну, здесь вот 83 есть процента, это хорошо, но здесь что-то еще говорит недостаточно. Пожалуйста, не указан вес, признак 18+, и аромат, название аромата. И да, новые параметры озона, обратите внимание. Эти характеристики, эти параметры подтягиваются с личного кабинета моей карточки из озона. И я здесь меняю и сохраняю здесь же, или я должен вернуться в озон и там это сделать? Нет, все делайте прямо здесь. Если есть справочник, тут будет предоставлен выбор, вот как здесь, с каким ароматом. Мы все подтягиваем сюда. Вы просто выбираете. То есть, по сути, с контентом можно работать просто находясь здесь. Уже личный кабинет не нужен вообще в принципе. Да, все верно, это быстрее. Здесь контент контролируется, и здесь же с ним происходит вся работа. И отсюда же все отправляется. Это безусловный плюс, потому что тратится очень много времени. Вообще, между Wildberries и Озоном бегаешь, плюс там еще в кабинете. Плюс кабинеты разные, не все, в общем, кому-то в Озоне комфортно, кому-то на Wildberries комфортно. А здесь все, то есть изучается один кабинет, и все в рамках одного кабинета. Так, у нас наверху была, еще он ругался на цену. Что он делает с ценой? Цена не оптимизирована. Что это означает? В первой итерации мы делаем очень легкую проверку. То есть мы смотрим, какая средняя цена в топ-36, и если отклонение больше 10% у вас, то рекомендуем обратить на это внимание. Потому что, как правило, например, категория товара масс-маркет должна быть цена низкой, иначе все ваши товары, аналоги, конкуренты будут где-то дальше находиться. Вы никогда не станете в топ, где нужна низкая цена. Это просто как галочка, нужно обязательно проверять, в рынке цена у вас или нет. В топе вот сейчас средняя цена 333, у нас на 1046. Поэтому, чтобы хорошо продаваться, наши категорически уже знают, что нужно обосновать цену в инфографике, иначе товар не купят. Если говорить там без воды, то важная, вот в этой всей истории, важная вещь в том, что сервис сам найдет, например, если изменились какие-то поля, характеристики у товара, добавились справочники, исчезли. Вот у озона появилась видеообложка. Это новое поле, это новый, это целый ряд полей. Как об этом узнать, что это не одно поле, а еще ряд полей? Об этом обычный селлер не узнает, пока бегает на склад с подставками мужчин до этого. Ну, в видеообложке потом посмотрю. А на самом деле у товара появляется целых три. Видеоназвание, видеоссылка и видеобложка-ссылка. И сервис это все покажет, и степень оптимизации упадет. Ты это увидишь и посмотришь, и все это найдешь. Сейчас обратишь внимание, что у тебя что-то не так. Да, могут какие-то неочевидные вещи происходить с другими характеристиками. Как об этом узнать селлера? Как, например, у Wildberries просто вылетают поля, которые ты заполнял. Вот ты сегодня уверен, что ты на 100% заполнил все. Ты идешь спать спокойно, что ты красавчик, сделал на 150%. На следующий день что-то обновляется, у тебя вылетают, слетают все поля. А ты об этом понимаешь через три недели, когда у тебя позиции упали с пятой до пятидесятой. Ты такой, что случилось? Пошел редактировать, у тебя нет полей. А здесь ты, собственно, можешь, если ты делаешь себе правила работы здесь на ежедневной основе, то есть ты открываешь свой сервис, заходишь, и ты уже видишь, какие поля слетели. Это безусловно. Это тоже не всегда удобно, поэтому мы добавили еще функционал, который оповещает о критичных изменениях. А, то есть еще оповещение есть? Да. Если мы видим, что отклонение серьезное, мы пришлем и скажем, проверьте какие-то карточки, что-то изменилось. А что такое отклонение серьезное? Что серьезность? Ну, для каждого параметра мы задаем свои значения. То есть определяем критичность. Где-то отклонение выше 30% серьезным. Меньше, типа, не надо человека беспокоить. А где-то там 5-10% уже говорим, все, иди проверять, что-то не то с карточкой. Вот с позициями это 10% в категории и по поисковым запросам. То есть вот такое изменение, добавку новых полей или изменение ряда полей, где у вас нет значений, сразу оповещение, то вы это сразу увидите. А вот как вы сказали, что обычно у нас даже менеджеры только через неделю бывают, узнавали без оповещения, что что-то надо сделать. Все менеджеры узнают через неделю-две. Ну да, когда товара много, ты просто физически не можешь. Конечно, конечно, это нормальная история. Мы добавили свой товар, мы начинаем, провели аналитику, сначала подобрали ключи, эти ключи можно... Кстати, покажи, пожалуйста, как вот работа с ключами происходит. Здесь все просто. У нас, значит, у Озона всегда была база ключей, из которых можно выбирать. И у Вайлбереса не так давно появилось, там миллион ключей хотя бы они дают. Мы обе базы сюда прицепили, и в зависимости от маркет лейца вы можете по той или иной базе подбирать сюда запросы своего товара. Ну, вы вводите любой запрос. Например, что у нас? Шампунь. Сейчас подбираем по базе Озона. Озончик выделим. Здесь оцениваем популярность запросов и какие-то, собственно, релевантные можем сразу добавлять на отслеживание. На отслеживание. Как раз таки отслеживание. Сейчас покажи, пожалуйста, как у вас в интерфейсе это выглядит. Вот ты добавил три позиции, три запроса ключевика на отслеживание. Здесь мы отбираем запросы, исходя там из его структуры и популярности. Переносим их из всего списка, из всей базы, выбираем именно те, которые нужны. Которые мы хотим отслеживать, да. Да, мы можем их сразу подставить в карточку. Для этого у нас есть для Озона два поля. Название и описание. Для Вайлберес чуть побольше. Ну, те, которые участвуют, индексируются. То есть, которые индексируем, мы сюда включаем. То есть, вы понимаете, да? То есть, вы в одном экране сейчас, то есть, на Вайлберес. Давай представим, что у тебя нет никакого сервиса. Ты идешь в Wordstat, открытые источники, сборы информации. Собираешь себе семантику. Вот ее собрал в Excel, где-то себе выписал в колоночке. Все вот эти ключевые запросы. Потом ты идешь в личный кабинет селера Озон. Открываешь карточку, открываешь название. Все это прописываешь, сохраняешь. И потом эти ключевики. Идешь в какой-то другой сервис. И ставишь эти ключевики на отслеживание. Для того, чтобы по ежедневной основе, то есть, не вбивать их постоянно. Чтобы это где-то было на постоянном мониторинге. Здесь это все в одном окне. То есть, я сразу вот я подобрал. Вот я вижу семантику, причем сразу в трех источниках. Сразу поставил на отслеживание. И здесь могу сразу же их подставить. То есть, поиграть с названием, поиграть с описанием. Сколько раз вы сталкивались, если вы нормальный человек, нормальный селлер. Сколько раз вы сталкивались с тем фактом, что вы сделали, провели фотосессию, заплатили фотографу. Потом из этого всего сделали офигенную инфографику. Гордитесь, прям спать не можете от счастья. И потом полкатегории в этой же категории, где вы продаете, с вашими фотографиями. То есть, вас воруют фотографии. Здесь этот вопрос можно решить. Это называется депонирование. Как мы узнали? Мы сами не знали, пока не начали рыть проблему. Оказывается, есть такой термин депонирование. Это значит, что для любого документа в интернете можно выпустить сертификат. Вся эта страничка, этот документ вместе с фотографиями, там всем, чем можно, зашивается. Специальный код на блокчейне кладется в распределенный реестр, защищенный. И куча там страшных слов. Но, в общем, он абсолютно легитимный и абсолютно легально выпускается. Его использовать можно в суде. Им пользуются наши министерства различные, профильные. Вот эти, потому что это... То есть, официальный документ. Прям официальный документ, да. Вот у нас кружка есть. Я здесь пишу, кто правообладатель. То есть, прямо в карточке. Прям в карточке мы заходим в фотографии. Вот мы их добавили. Это может быть юрлицо, физлицо, неважно. Главное, вписывайте. Что тут? Наименование правообладателя и фио. И почту. Ну, то есть, что я так быстренько пишу, что это все мое. Вот у нас здесь как раз написано. Сертификат отсутствует. То есть, сертификат еще не выпускался. Единственное, что я сейчас прошу. Но выпускается на все фотографии или на конкретно, которые вот здесь мы видим, главное? Да, пока да. Но есть кейсы, когда выяснено, когда проще выпустить на каждый. Чтобы там потом разбираться проще, когда частичное совпадение или три из восьми украли, да, с общим сертификатом, еще возникают вопросы. Мы с юристами проконсультировались. Сейчас сделаем, чтобы у нас депонирование было отдельно на каждую фотку. На все прям. Просто документ даешь. Сейчас вот ты нажмешь выпустить, ты выпустишь только на одну, на главную. На всю сейчас. А, на всю. На всю инфографику, да. Но при этом лучше выпускать на каждую по отдельности. И это вы сейчас как бы... Да, мы сейчас это делаем второй итерации, да. У нас здесь готово. Все изображения в карточке защищены. То есть, прошло, не знаю, минуты три, подгружалось это. И здесь я уже вижу, что актуальность сертификата сегодняшним числом стоит. Что мы дальше делаем? Что нам это дает? И что мы делаем с этой информацией? Все. Карточка теперь защищена. Если вы нашли копию или вам подсказали, что смотрите, у вас карточки сорвали. Вы зашли в категорию, а там клоны просто ваших изображений. И вы можете этих ребят всех взять на карандашик, пойти сюда, в ту карточку, которую они скопировали. И сформировать претензии. Так как это достаточно сложно, и у нас вот опыт есть уже с этим. Как ругаться с Wildberries, о чем ругаться, и чтобы это было, например, быстро. С Wildberries и Ozone имеют. То мы сделали пошагово, прям пять шагов, чтобы отправить жалобу. Здесь все за вас уже сделано. Все прям, все эти формулировки, все грамотно обоснованные претензии. Ссылки на законы, на статьи. Есть текст претензий, который вы распечатываете, подписываете и скану отправляете. Показывай. Так. Ссылка на товар конкурента. Соответственно, нужно вставить ссылку на товар конкурента, на кого вы жалуете, что он у вас скоммунизировал фотографии. Так, да. Вставляем ссылку на товар. Вставляем ссылку применить. Дальше. Сразу же у нас генерируется текст. Скачайте. Что это? Это претензия нарушения авторских прав. То есть здесь все сразу. Да. Адресат. Почему у нас Ozone стоит? Адресат. Потому что мы на Озон живем. Да? Вам только подписать. Чтобы вы понимали, я вот эту вот штуку делал. Вот один раз я это письмо... То есть я обращался к юристу, платил, по-моему, 3000 рублей, чтобы мне составили вот это вот письмо. При этом мы вписывали номера RAV фотографии. RAV это сырые фотографии, которые остаются в фотоаппарате. То есть доказывал, что я вот номером RAV, что это мои фотографии. Потом ссылался там на день затмения и состояния, где я был, находился. То есть это ужас. Просто два клика, вы получили все то же самое. Мне даже как-то обидно. Дальше что мы делаем? Ничего страшного, мы раньше так же мучились. Поэтому и ищем все время какое-нибудь решение. Дальше вы... Скачайте сертификат депонирования. Что такое сертификат? Блин, ну как же круто. Свидетельство о депонировании. Это реально сертификат на вот эти вот фотографии? Это живой, легитимный прям. В суд можно снимать. С печатями. То есть это тот, кому мы заплатили. Да, вот хэш-функция рассчитана в соответствии с алгоритмом. Туда-сюда. Да, 70 лет работают. А у алгоритм еще и гостовский? Это все абсолютно легальная тема. Вот мы за словно три секунды полностью защищаем ваш товар. Внешняя ID... Наименование товара подставилось. Полностью вся... То есть наименование тайтл взялся, да? Да. Блин, это супер круто. Это просто... Это очень круто. И все? Все вот это просто берете... Скопируете текст сообщения, даже текст, который нужно в поддержку написать. Да. Все написано. Здравствуйте, в карточке товара такой-то, такой-то. Блин, это же офигеть. То есть я беру, копирую этот текст, это само обращение, прикладываю сертификат и претензию. Два документа. Все. Крайл и до свидос. Да? Карточку блокирует. Там я сразу скажу, многие будут спрашивать, типа, а если у меня 8 картинок, а украли только 3, можно жаловаться? Можно, по-любому. Можно на одну. Да, это абсолютно юридический термин. Есть полный, есть степени смешения. Вот такое понятие, но только для оффлайн-искусств. Ну, насколько похоже, там, 10 степеней смешения. Для онлайна это не применяется, применяется вот такой термин. Мы его долго копали. Произведение, производное от авторского права карточки. Произведение, производное. То есть даже если часть вашей картинки взяли и ее там смонтировали по-другому, написали по-другому, все равно это ваша карточка. Вы говорите, это производное произведение, заблокируйте. Я понимаю, если вы делаете инфографику за 100 рублей, сфотканную на подоконнике, вам это может не очень быть актуально. Но когда вы доходите до определенного момента, у вас там очень много карточек, у вас в штате вообще может быть фотограф, фотостудия. Вот мы на фотостудию потратили полмиллиона, и это выглядит просто маленькая комнатушка. И фотограф на окладе. Все это стоит очень дорого. Мы все это делаем. Делаем красиво. Приходит чувак просто Ctrl-C, Ctrl-V. Очень видно. Как так? Ну, как с этим жить? Поэтому для меня это все вообще. Дальше идем. Мы защитили свои авторские права, мы сделали поисковую оптимизацию, мы ее применили, находясь в карточке, поставили на отслеживание семантику. То есть, да, все, что вот сказал, мы сделали, это огромный труд, и это иногда для многих гордость. А бывает, что придешь, вот то, с чего мы начали. А в Элбери сделал и сделал из поля свободного справочник. А все характеристики стер. И раз он их стер, вы не попали, например, в какие-то поводы или еще какие-то доп. категории. И все слетело, нужно все заново заполнять. И такое бывает нередко. Кто на Элбери хотя бы полгода работает, уже знает сезону, слава богу, пока не так. Что делать, когда карточек много? Даже если их 50, перезабить их, вспомнить все характеристики или что тебе технолог рассказывал, какой состав. Это достаточно проблематично. Когда их 30 тысяч, это почти невозможно. Поэтому мы начали делать бэкапы. У нас здесь карточки хранятся история версии. Если вы однажды пришли на работу, а у вас что-то слетело или продажи вниз полетели, или еще что-то, вы можете спокойно откатиться на предыдущее число или на какое-нибудь число, которое вам нравится. И это очень удобно. Ничего не надо заполнять. Просто откатываемся и идем дальше пить. А что будет с теми колонками, которых уже не существует? Мы все перезапишем. У нас сработает система сопоставлений. Все подставится корректно. А скажи, пожалуйста, на Wildberries я могу здесь менять тайтл? Да. Все. Можно интервью здесь закачивать. Таран-таран-таран-таран. Пум. Слушай, я видел, ты до этого массово редактировал карточки. Покажи, как это делать. Да, но когда у вас ассортимент однотипный, особенно в одежде такое, в красках, в лаках для ногтей, когда ассортимент просто сотни наименований, отличаются, например, только цветом. Мы можем делать или там сезон приехал новый. Тоже большой ассортимент. Обычно карточки уже оптимизированы тех же там лаков. Ну, ты прям уже там уже все, что можно сделал. Все ключи знаешь наизусть, уже все включил, она готова у тебя. У тебя приехало еще 600 позиций к этому сезону. И ну там размножать их, сидеть, например, с помощью Excel или там как-нибудь Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, такое себе как бы развлечение на неделю. У нас есть массовое редактирование для этого. Когда мы просто заходим там от товара или от категории копируем. Бальзамы, да. И когда мне нужно увидеть, например, где мне не заполнено, вот у меня не заполнено. Допустим, назначение скорее всего то же самое. А можно протянуть и записать сразу. И можно сразу всю строчку протянуть. Без разницы. Ну, как в обычном Excel. Как в обычном Excel. То есть я могу супер оптимизировать одну карточку или один цвет, потом прийти сюда и просто протянуть все остальные колонны. Да, или один товар сделать как надо вообще по максимуму фарша. Потом просто в клик он размножит на всю категорию тебе. Друзья, на этом выпуск подходит к концу. Я точно для себя понял, что я сейчас как вернусь в офис, сразу же подключусь к Seller Expert и начну, прогоню свои товары через систему и посмотрю, насколько они оптимизированы. Тебе советую сделать то же самое. И как всегда от нашего канала по промокоду Анатомии ссылка в описании. Переходите по реферальной ссылке, регистрируйтесь. 20% скидка на, собственно, оплату сервиса. Пользуйтесь, прооптимизируйте свои карточки, продвигайте, зарабатывайте деньги. Все будет зашибись. Но самое главное подписаться на канал, прокомментировать и все остальное поделиться с друзьями. Все, всех люблю, целую, пока.